Вы смотрите самый честный проект украинского телевидения детектора лжи. Психологи утверждают, врать можно даже молча. Ведь ложью считается любая информация, которую вы утаили. От полиграфолога правды не скроешь. Станет ли наша сегодняшняя участница самым честным жителем Украины? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня продается все, даже другая жизнь. В том, как непросто бывает стать настоящей женщиной, на собственном опыте убедилась Анна Шумейко. Знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Шумейко, 42 роки, місто Киев. Героиня детектора брехнів, томилась от постоянного страха и обмана. Но, раскрывая близким свою настоящую сущность, Анна наштовховалася на стену непорозумения. Своей участью в проекте женщина хочет довести, такими, как она, имеют право на полноценное жизнь. Встречайте, Анна Шумейко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайтесь. Что вас сюда привело? Деньги. И сколько денег вам нужно для полного счастья? Для полного очень много. Максимальная сумма, которую вы можете заработать, это 150 тысяч гривен. И то при условии, что честно ответите на 21 вопрос. И слово «честно» здесь ключевое. Все вопросы разделены на шесть блоков. Каждый блок имеет определенное количество вопросов и свою фиксированную сумму. Если вы хотя бы единожды солжете, все деньги, ради которых вы сюда пришли и которые заработаете, аннулируются. В первом блоке шесть вопросов. Если вы будете честны со мной при ответе на них, вы получите 5000 гривен. Да, я поняла. Тогда давайте познакомимся с людьми, которые пришли сегодня поддержать вас. Сергей, друг. Виктория, подруга Анны. Виктория, как вы думаете, зачем Анне деньги? Я не знаю. Может, она откроет какой-то свой бизнес, может, купит квартиру. Почему нет? Сергей, а вы как думаете, зачем вашей подруге деньги? Деньги нужны всем. Вот. У Ани, то есть с этим сейчас некоторые трудности. Ну вот у вас как с деньгами? Хватает? Нет. А вы почему к нам не пришли? У меня есть что скрывать. А вам скрывать нечем. Ну, в принципе, нечего. Я готов вам задать первый вопрос. Когда вам лень мыть посуду, вы ссылаетесь на то, что недавно сделали маникюр? Нет. Это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему? Вы считаете, маникюр – это не повод отказаться от мытья посуды? Может быть, но не приходилось. А вы сами себе делаете маникюр или ходите в салон? Сама. А вообще салоны красоты посещаете? Очень редко. Почему? Для меня это не очень-то позволительно. С финансовой точки зрения? Да, с финансовой точки. У вас есть семья? Нет, я живу одна. АПЛОДИСМЕНТЫ А как давно вы знаете Анну? Около двух лет. Да, чуть больше. Наверное, года три. Виктория, а вот на ваш взгляд, какая самая яркая черта характера у вашей подруги? Добивается своего. Настойчивость? Да. Вы считаете себя порядочным человеком? То есть, если мне за какие-то поступки не стыдно, я считаю, что я правильно поступаю и порядочным человеком. То есть, на ваш взгляд, если человеку стыдится не за что, значит, он ведет порядочную жизнь? Да. Внимание, вопрос. Вы любите сплетничать о своих подругах у них за спиной? Мой ответ, да. Это... Правда. Либо вам за это не стыдно, либо вы пересмотрите свои взгляды на то, порядочная ли вы женщина. Слушайте, а какая женщина не хорошая? Обычная женщина. Какая женщина не будет сплетничать? Виктория. Поддерживаю. Вы тоже сплетничаете? Грешно. А вот интересно, о чем сплетничаете за спиной Виктории? Все, что угодно. Работа, отношения. То, что касается интимной части. Вот видите, вы поделились с сокровенным, а... Виктория, как вы думаете, Анна пользуется успехом у мужчин? Почему нет? Вот я не понял, что значит, почему нет? Нет, ну вы спросили. Наверное, она у вас не пользуется успехом. Я вам помогаю, чтобы вы выбрали Анну. Помогли, но у меня есть жена. Может, вы недостаточно успешны, я же не знаю, как. И все же? Думаю, да, пользуется. Благодаря каким качествам? Ну, она добрая, я же говорю. Открытая, настойчивая. Ну, так. А как вы думаете, почему у нее до сих пор не сложились отношения? Миллионы женщин не находят своих половинок. И она среди этих миллионов? Ну, она ищет. То есть волей ее судьбы? Да, как-то так. Много у вас ухажеров? Бывает много. Какого мужчину вы ищете? Хотела бы, чтобы он был достаточно самостоятельный, успешный человек. То есть красивый, богатый и толерантный? Ну, не обязательно богатый. Не обязательно. Я хочу задать вам очередной вопрос. Вы разделяете точку зрения женщин, которые утверждают, что все мужики козлы? Я разделяю эту точку. К сожалению. Может, вам обидно будет, но... Да мне нет. Просто, может быть, вам неприятно со мной разговаривать. Нет, вы приятный человек. Это... 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 Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ А часто козлы в жизни встречаются? К сожалению, да. А как вы думаете, как ведут себя мужчины, с которыми ведут себя, как с козлами? Правильно, как козлы. В итоге такие женщины говорят, я же говорила, что он козел. Отмазались. АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, они козлы, потому что вы к ним так относитесь? Не думаю. А я думаю. А я не. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Виктория, вы разделяете взгляды Анны на мужчин? Я думаю, что... Да, там правильно Аня все ответила. Но только так. В продолжение. Все мужики козлы, а мой самый лучший. А уже там, как дальше? То есть вы обладаете волшебной способностью сделать из козла мужчину? Безусловно, конечно. Внимание, вопрос. У вас когда-либо был секс в первые минуты знакомства с мужчиной? Мой ответ – да. Это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как так получилось? Вы решили это сделать поскорее, пока еще не разочаровались и не убедились в том, что он козел? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто страсть. Животное? Да. Козлу? Бывает и так. Часто бывает такое? Скажем, иногда. Иногда козел не помеха для интимных отношений? Бывает и не помеха. Виктория, вы тоже? Что тоже? Что если женщины, то все тоже. Это если мужики, то все козлы. Если женщины, то не все тоже. Все мужики одинаковые козлы, а женщины все разные. Именно так. У меня такого не бывает. Потому что мы все разные. Я не такая. А какая? Другая. А вы считаете, это плохо, когда поддаться импульсу? Ну, это мужская точка зрения. Не знаю, что бы... Так плохо или хорошо? Плохо. Не знаю, надо узнать человека. Зачем? Как зачем? Ну, если речь идет только о сексе. Мне это не совсем интересно. А на ваш взгляд, сколько нужно быть знакомым с мужчиной, чтобы случился секс? На мой взгляд, не знаю. Все зависит от человека, наверное. Может, и неделю, а может, и год. То есть недели может быть достаточно? Наверное. Виктория, Сергей, я надеюсь, вы понимаете, что иногда сидеть в группе поддержки гораздо сложнее, чем в этом кресле. Именно поэтому у нас есть стоп-кнопка. Если вдруг вы услышите вопрос, ответ на который вам знать не хотелось бы, вы можете на нее нажать. Это значит, что мы заменим вопрос. Как проводите свободное время? Книги, интернет. Внимание, вопрос. Вы гордитесь тем, что умеете хорошо обращаться с оружием? Мой ответ – да. Это правда. А вам не кажется странным увлечение оружием? Ведь это не типично для женщин. А что типично для женщины? Вышивание крючком. Вот, что типично для женщин. Что за оружие? Любое. Огнестрельное. А вы разобрать, собрать автомат можете? Да. Закрытыми глазами? Закрытыми глазами – нет. А скажите, у вас есть дома оружие? Нет. Вам плохо стало от того, что я влагаю оружием? Я уже знаю, что у вас его нет, поэтому спокоен. Если бы вы сказали, что у вас дома есть, или оно тем более с вами, тогда бы, да, я был бы аккуратней с вопросами. Ну а так... Внимание, вопрос! Вы хотя бы раз сожалели о том, что сделали операцию по смене пола? Да. Мой ответ – да. Это... Это... Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 То есть вы раньше были мужчиной? Да. Настоящим. Ну, в смысле... СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Обычным. Да. А как давно вы... не мужчина? АПЛОДИСМЕНТЫ Физически два года. Ну вот, в каком возрасте вы осознали, что не хотите больше быть? Сколько себя помню. То есть это с детства? Да. Где-то пять или шесть лет. И... А вот мне интересно, как ребенок понимает, что он не мальчик, а девочка? Ребенок не понимает. Но он развивается нетипично. Его тянет, скажем, не на те игрушки, не те влечения, не те игры. То есть вы любили играть в куклы? Да. Подождите, а увлечение оружием? Я работала в ВОХРе. Военизируя на охрану. Я пыталась адаптироваться, как мужчина. Исходя из того, как вы ответили на вопрос, вы сожалели об этом хотя бы один раз? Да, конечно. А почему? Ну, понимаете, хирургическая смена пола, она как бы... Она еще пока очень далека от совершенства. То есть вы бы хотели быть более привлекательной женщиной? Да, конечно. Слушайте, а какая женщина не хочет выглядеть привлекательно? А сколько стоит такая операция? Генитальная операция стоит, если в Украине, то где-то, если не ошибаюсь, это где-то тут 2000 долларов. Я делала в Российской Федерации. В России. Почему там? Цена-качество. И сколько это стоит в России? В России стоит, тоже в зависимости от клиники, стоит 6000 долларов. Что еще предстоит мужчине, который решил стать женщиной? Это может быть лицевая хирургия, мамопластика, если потребуется. Это операция на груди, как я понимаю? Да, ну, увеличение молочных желез, но это если потребуется. А вы грудь себе увеличивали? Нет. Хормоны. Как долго нужно принимать гормоны, чтобы выросла грудь? Вы хотите себе? Нет. Примерно 2-3 года. Решили стать женщиной. Вы пришли в клинику, заплатили деньги, и теперь вы женщина? Нет. Нужны какие-то разрешения? Конечно. Для этого нужно пройти психиатрическое обследование в течение 30 дней на стационаре. Далее комиссия. Комиссия решает. Вы все это сделали? Да. Сделали честно или купили? Честно. Честно. То есть... На комиссии просто посмотрели, что из меня как бы неважный мужчина. Вот мне интересно, как видно, важный мужчина или неважный? Ну, вы бы не прошли. Почему? Вы себя в зеркало видели. Стать женщиной или мужчиной. Это не важно, что у вас находится, извините меня, в трусах. А важно, какой вы вообще статус в обществе занимаете. Как воспримет общество как женщину или нет. Вот на это обращает комиссия внимание. То есть, если человек полностью адаптирован как мужчина, зачем ему менять пол? Кстати, а как вас звали раньше? Вам это хочется знать? Ну, возможно, вы будете удивлены, но я первый раз общаюсь с женщиной, которая раньше была мужчиной. На самом деле, транссексуала в достаточно много в Киеве. Может быть. Мне не встречались. Ну, я так думаю. Теперь. Я вижу, я по вашему лицу, у вас очень так удивленное лицо. Так все же, как вас звали раньше? Андрей. А почему стали Анной? Не знаю. Первое, что пришло на ум. А вы знали об этом? Я ее уже знаю как Анну. Ну, я тоже. В общем, до того, как она стала Анной, вы с ней знакомы не были? А как к этому относитесь? Нормально. Толерантно. А когда узнали об этом впервые? Вот когда познакомилась. Вы познакомились, а она вам таки говорит, Вика, я раньше Андреем была. Она сегодня и с вами познакомилась и говорит вам. У нас правила такие. У нас там тоже правила такие. Где у вас там такие правила? В интернете. В интернете? В каком интернете вы... В вашем интернете другие правила? В моем интернете у меня не спрашивают, кем я был раньше. То есть вы все скрываете? Нет, я... Ну, мне, в общем-то, нечего скрывать. Ну, подождите. А что есть, что скрывать? Так, хватит меня ставить в неудобное положение, потому что, мне кажется, я выгляжу глупо. А вы по-человечески, вот вы как человек, как вы... Вот смотрите, по-человечески я вас могу понять. Если вам действительно было некомфортно, я удивлен этим. Я в таком смятении не потому, что я вас осуждаю, а потому, что вот как-то так, ну, я... Я просто не могу представить, мог бы я такой. Нет, конечно. А зачем вам? Вам не нужно это делать? Да. А вам было нужно, и мне это непонятно. И мне действительно непонятно, и хочется понять, как на это реагировали окружающие. Женщины как-то, они легче это воспринимают. Мужчины очень так. Сергей. Ну, у меня много странных знакомых. Виктория, а вы бы могли сменить пол? Вы хотели бы быть женщиной, или что? Я не понимаю. Я родился мужчиной, я чувствую себя мужчиной. Это круто, все должны быть мужчинами, да? СМЕХ Я был бы против этого. СМЕХ Ну вот, видите, как хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 5 тысяч вы заработали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 на Анну. Если в справке по проделанной операции указано, что вам произведена хирургическая коррекция пола, вы вправе подать в ЗАГС заявление о смене свидетельства рождения. Вы получаете новое свидетельство о рождении. У вас даже в свидетельстве о рождении написано, что вы Анна? Да. А скажите, сколько времени потребовалось на полное переоформление документов? К сожалению, долго. Ну, сколько? Я жила год без документов. Вот. Вообще без никаких документов. Вообще? Да. Внимание, вопрос. Правда, что когда вы переоформляли документы, представители власти не упускали возможности унизить вас? Да, это так. Это правда. Ситуация была такая. Я сменила место жительства. Это мне нужно было где-то прописаться. Один мой знакомый предложил мне, давай я пропишу, у меня есть небольшой дом в селе, там никто не живет, давай я тебя пропишу в этом доме. Мы поехали туда, взяли все необходимые бланки, я заполнила эти бланки, но представители власти, как только увидели мои документы и меня, они сразу так вы уезжаете отсюда, нам такие люди здесь не нужны. А я а как же, а закон? А что закон? Закон в Киеве, в Киеве езжайте. А скажите, вы почему сменили место жительства? По той причине, что все знают о моем прошлом, мне бы очень сложно было бы адаптироваться. То есть вас там знали как Андрей? конечно. Кем вы тогда работали? Я работала обычным электриком. Я сама написала заявление, продала дом и уехала, куда глаза глядят. А где вы жили в ту операцию? Днепропетровская область. Это небольшой городок районного такого масштаба. эти хатки. Я бы хотел, чтобы следующий вопрос задал человек, который знал вас как Андрея, который никогда до этого момента не видел вас Анны. анны. Александр. Александр. Кто для вас этот человек? Сотрудник. Ну и друг, я думаю. В одной смене проработали лет семь или восемь. Дружили? Да. Да, дружили. Права была Анна, что уехала из того городка, в котором жила? Я думаю, да. Не поняли бы это? Нет. Городок маленький, то самое село. И что? А в селе вы сами понимаете. Стереотипы у нас такие. Почему обращаетесь к Анне в мужском роде? Ну, если бы вы сегодня, например, видели его первый раз... Даже не спрашивайте. Да вы тоже, наверное, так. Александр, я бы хотел, чтобы вы задали очередной вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, вопрос. Если бы тебе отказали в операции, ты бы смирилась с тем, что ты мужчина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой ответ – да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присаживайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы понимаете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голову же он не поменял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голова у него только сама осталась, правильно? И человек он тот самый, какой и был. Хороший и надежный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы считаете Анну привлекательной женщиной? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, чего нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В кино пригласите девушку? СМЕХ Сейчас пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам сейчас сколько лет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сорок. А вы когда были мужчиной, вы хотели создать семью? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня был гражданский брак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как долго вы жили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, лет 17, наверное. У вас были дети? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина жила с вами 17 лет без детей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нее есть от первого брака девочка и мальчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ваш взгляд, вы были для них хорошим отцом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я старалась, конечно, как могла. А хотели быть достойным отцом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отцом? Нет. Матерью. СМЕХ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СМЕХ Скучаете за ними? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда думаю. А после того, как сменили пол, вы виделись? С бывшей женой? С детьми? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Случилось несчастье, она разбилась. С сыном у меня не было возможности встречаться. Мы как-то несколько раз по телефону говорили, и все. Он меня может принять, такой, какая есть. Парень неплохой, но дело в том, что я же не знаю, какие у него друзья. Я не знаю, какое у него окружение. Ваш приемный сын не знает о том, что вы сменили пол? Он, возможно, догадывается. Я думаю, мама об этом же сказала. Конечно, последний звонок, когда был разговор по телефону, он едва узнал по голосу меня. А вы, когда были мужчиной, вы физиологически были способны иметь детей? Нет. А вы любите детей? Да. Хотели бы? Да. Я готов вам задать очередной вопрос. Если бы у вас была возможность иметь детей, вы бы все равно сменили пол? Мой ответ – да. Я бы все равно сменила пол. Это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы у меня бы сложилась жизнь более благополучно, то я бы взяла бы приемного ребенка. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть вы готовы усыновить? Да. Мальчика или девочку? Девочку. А вот интересно, людям, которые сменили пол, законодательство позволяет усыновлять детей? Законодательство позволяет, но ставятся различные препятствия в этом. Стереотипы общества, что мы извращенцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваша жена знала о ваших стремлениях? На тот момент нет. Но когда я поставила ее перед фактом, то она произнесла следующее. Теперь я многое понимаю. Возможно, догадывалась. Александр, вы были знакомы с семьей Анны? Ну да, знал. Знал, конечно. Какой была его жена? Нормальная. Жена как жена. Внимание, вопрос. Вы изменяли жене с мужчинами? Мой ответ – нет. Это... Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ А с женщинами? С женщинами была. Подожди. Сознаюсь, да. То есть вы жене изменяли, но изменяли с женщинами, а не с мужчинами? Да. Марина – это подруга, общая наша с семьей подруга, рассказала о изменах моей жены. Первый раз я ее простила. А в этот раз просто я ничего не стала ей говорить, я так решила для себя. Если я освящаю жизнь человеку, и он это не ценит, зачем я буду ломать свою жизнь? Я буду свою жизнь устраивать так, как я хочу. И буквально через пару недель я пошла и купила первую свою упаковку гормонов. То есть если бы жена не стала вам изменять, вы бы, возможно, до сих пор были мужчиной? Возможно. Это просто послужило спусковым механизмом. Вы бы хотели с ней общаться? Я хотела бы с ней встретиться. Внимание, вопрос. После того, как вы сменили пол, вам иногда хочется заняться сексом с женщиной? Мой ответ – нет. Это правда. Скажите, Анна, вас, когда вы были мужчиной, женщиной привлекали? Да. Сексуально возбуждали? Жене изменяли? Что изменилось? Я пыталась представить какой-то образ сексуальный. У меня не получается. Нет. А с мужчинами получается? Вы заработали 10 тысяч гривен. Третий блок состоит из четырех вопросов. Если вы ответите на них честно, вы заработаете 25 тысяч. Продолжаем? Да. А секса в вашей жизни стало больше или меньше после смены пола? Больше. Внимание, вопрос. Вы сделали операцию по смене пола, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь? Мой ответ – нет. Это – правда. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы оргазм испытываете? Так и сразу такие вопросы. Да. Вам какой оргазм больше нравится? Мужской или женский? Каждый мужчина почему-то задает именно этот вопрос. Я у него спросил когда-то, по телефону звонил, спросил, Андрюха, ну как тебе так лучше или как ты мужиком был? Говорит, сейчас мне лучше. Ну, а что? Есть разница, но она не столь существенна, как вы думаете. Внимание, вопрос. Правда, что некоторые мужчины охотятся за вами, как за клубничкой? Да. Да, это верно. Это правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Что это значит? Существует определенная категория мужчин, которые ищут необычный секс. А секс с вами необычен? Он чем-то отличается от секса с женщиной? Я не знаю. Это мужчин, спросите. Но они считают, что это как-то необычно для них. Может быть, на психологическом уровне. Может, они какие-то находят отличия. Как они вообще узнают о том, кто нормальная женщина, а кто женщина-трансексуал? Ну, у меня есть страничка, где я указала, кто я. Я предпочитаю ставить в известность людей о том, кто я. Внимание, вопрос. Все ваши половые партнеры знали, что вы раньше были мужчиной. Нет. А вы говорите, что в известность ставлю. Просто человек, мужчина, решил познакомиться на улице. Познакомился? Да, познакомился. Соблазнил? Да. Скажем, я недолго сопротивлялась. Я не думала об этом. Просто как-то все само собой получилось. Я не задумалась об этом. Хорошо. А после того, как случился секс, вы ему сразу сказали? Я ему не говорила. Он не знает. А он до сих пор не знает? А какие-то отношения поддерживаете? Нет, не поддерживаю. Нет, ну вот мне интересно. А совсем ничего, так сказать, не напоминает в вас мужчину? Например, когда вы сняли шарф, я увидел у вас кадык. Да. Но обычно это видео только наблюдательное. А у всех мужчин есть кадык? Нет, не у всех. Не у всех? Не у всех. У меня есть, он маленький просто. Виктория, я у вас прямо спрошу. Вы мужчина или женщина? Давайте я вас спрошу. Что вы, мужчина или женщина? Мужчина. А как вы докажете? Кадык. Ну и что, что кадык? Как это ну и что? Вы явно что-то не договариваете. Я попрошу показать один фрагмент на экране. Час появится в нашей студии Виктория Ефимовская. Как я уже сказала, женщина, яка колись была человеком? Тут хочу насамперед сказать, что меня уже двече, четвертье образили, когда сказали, что я в минулому была человеком. Так не можно сказать про транссексуалов, потому что в минулому жизни я, скорее, мала человеческое тело. Виктория, вы почему уходите? Ну, она так решила. Она так решила. А вы понимаете, почему она это сделала? Может, человеку неприятно такие темы говорить. Неприятно что? Не знаю. Сергей, а вы как думаете, почему ушла Виктория? Понимаете, то есть толерантно, допустим, воспринимаете вы. Толерантно воспринимаю я. А люди, которые будут смотреть эту передачу и узнавать Вику в обычных общественных местах, то есть у них может быть отношение совсем другое. То есть мы здесь говорим об одном, а у них вот та вот схема, я их ненавижу. Согласен. Давайте идти дальше. Когда последний раз были серьезные отношения с мужчиной? Ой, не помню. А вообще были? Да, конечно. Внимание, вопрос. Вы когда-нибудь занимались проституцией? Мы ответ дам. Это Правда. У меня появился мужчина. Он как мне объяснил, что мне нравятся такие женщины. То есть он знал, что вы транссексуал? Да. И он предложил мне встречаться с фактически содержантой за определенную плату. Это нельзя сказать в прямом смысле, что это проституция. Я оказалась в чужом городе без документов, без работы. Мне нужно было как-то выжить. Как долго это продолжалось? Где-то полгода. Вы заработали 25 тысяч гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ Впереди вас ждет три вопроса. В случае, если вы будете честны, вы заработаете 50 тысяч гривен. Мы продолжаем. Я попробую. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание, вопрос. Вы решили сменить пол только потому, что в теле мужчины чувствовали себя уродом? Мой ответ – да. Я действительно чувствовала себя уродом. АПЛОДИСМЕНТЫ Это правда. Почему? На основании чего вы делали такие выводы? Когда вы ощущаете себя не совсем верно сказано, что не в своем теле. Но это не ваше. Как бы не в своей тарелке. Вы же не в своей тарелке жили до 37 лет. Вы даже пытались адаптироваться, как вы говорите. Я себя просто внушала. Нужно так. Нужно жить, как все. Александр. Она привлекательнее, чем Андрей, как мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да я не знаю, я вообще-то... АПЛОДИСМЕНТЫ Я на мужчин не смотрю, как привлекательный, непривлекательный. Вы понимаете меня? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вообще ощущаете себя привлекательной женщиной? Ну, знаете, в каждой женщине даже очень хорошо выглядящей. Ну, когда у нее внешние данные очень хорошие, всегда может что-то не нравиться. Ну, а мне-то тем более. Что значит вам-то тем более? Я не могу изменить тело так, как мне хочется. Я готов вам задать очередной вопрос. Вы решились на смену пола, зная, что это существенно сократит вашу жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Это... Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Прооперированные трансэксуалы живут на 10-20 лет меньше, чем обычные люди. Есть просто определенные риски. Какие? Применение гормона меняет свертываемость крови. Это может вызывать тромбозы. От этого можно умереть. Ну, и плюс сами операции, они опасны. Это операции, к примеру, на половых органах. Это вмешательство. Это полостная операция. Поймите меня правильно. Даже вот сколько у меня сейчас трудностей в жизни. Но при мысли вернуться в прошлое я все равно не хочу. Я готов вам задать последний вопрос до углу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И... Честный ответ позволит вам заработать 50 тысяч гриль. АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание, вопрос. Вы ждали, когда ваши родители умрут? И только тогда сделали операцию по смене пола? АПЛОДИСМЕНТЫ Мой ответ дам. АПЛОДИСМЕНТЫ Это... АПЛОДИСМЕНТЫ Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы думаете, они бы вас не поняли? Знаете, причина в другом. Я отлюбила своих родителей. Я не могла признаться. Мой отец был в свое время военный. Я была совсем маленьким ребенком. А как любой отец, он пытался вот... Ну, допустим, такой разговор. Вот ты вырастешь, там, станешь мужчиной, там, будешь бриться. А я ему сразу обрываю. Я не хочу бриться. Я не буду. И вот сильно это раздражало. Такие ответы мои такие... И он стал пить. В последнее время я просто... Я его... Я его не видела трезво. Я пыталась тоже... Как-то в душе винила. То, что я такая. Я думала, что это... Может быть, это причина. Она и есть. Не знаю. То есть от алкоголя он все-таки и умер. Мама догадывалась. Как бы она отнеслась к этому? Мне было, наверное, лет 13 или 14. Переходный возраст. Меняется голос, меняется внешность. Мне это сразу возникла у меня паника. Я не хотела так меняться. Я не хотела становиться мужчиной. И у меня это постоянно каким-то нытьем проявлялось. Я маме постоянно жаловалась. Вот мне не нравится мой нос. Вот мне не нравится моя внешность. Пока она мне не задала такой вопрос. Ты хочешь стать девочкой? Я замолчала. И больше я никогда на эту тему с ней не говорила. Я не могла признаться. Ну что ж. Вы заработали 50 тысяч гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ В следующем блоке вас ждут два вопроса. В случае, если вы честно на них ответите, сумма выигрыша будет равна 75 тысячам гривен. Я выговорилась. Я не знаю, как это отразится на последующей моей жизни. Я не знаю. Может, это только ухудшит мою жизнь. Но иногда это нужно делать. Это правда. Продолжаем? Нет, я не буду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для себя я уже выяснила то, что я хотела. Ну что ж. Вы заработали своей честностью 50 тысяч гривен на этом. Участие в нашем проекте для вас закончено. Можете подойти к своей группе поддержки. Молодец. Правда, всегда тяжело говорить. Но иногда просто нужно, просто необходимо выговориться. Это как камень на сердце накапливается постоянно. Я довольна. Ну, реально был нормальный мужик, понимаете? Ну, я просто шокировал, что так вообще можно скрывать. Все думал, знаете, какой он вообще стал. Ну, думал, не узнаю даже. Никогда не узнал. В принципе, каким он был, таким он остался. Не плывите по течению, не плывите против течения. Плывите туда, куда вам нужно. 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 Продолжение следует...